Телеверсию послания губернатора Дмитрия Кобылкина о положении дел и планах развития в Арктическом регионе смотрите в субботу в итоговом выпуске программы «Время местное» в 21 час 30 минут. В следующем году на реализацию государственной программы экономическое развитие и инновационная экономика выделено почти 4 миллиарда рублей. Об этом сообщила директор Департамента экономики ЕНАУ Светлана Гусева на пресс-конференции, посвященной народному бюджету. Она отметила, что при формировании бюджета на следующий год главным является обеспечение устойчивого развития экономического потенциала автономного округа. У нас достаточно серьезно растет объем добычи углеводородов на 14-24% газовый конденсат. Нефть – это такие очень хорошие, позитивные объемы, которые позволяют иметь и дополнительные доходы в региональный бюджет, ну и, соответственно, позволяют нам реализовывать наши мероприятия не только в рамках нашей программы, но и всех остальных государственных программ автономного округа. Индекс промышленного производства – это ключевой такой индикатор состояния экономики. Он у нас на протяжении последних трех лет положителен, причем он очень существенно в разы, в десятки даже раз отличается от аналогичного показателя по России в целом, что, в общем-то, характеризует экономические параметры как достаточно устойчивые. 8 миллионов рублей будет направлено на обеспечение деятельности и развитие сети многофункциональных центров. В 3,5 раза предполагается увеличить поддержку муниципальных образований в плане развития малого и среднего предпринимательства. А самая крупная статья расходов – порядка 2,5 миллиардов рублей – это обеспечение обязательств по государственно-частному партнерству, в рамках которого впервые в России и на Ямале построили и ввели в эксплуатацию шесть детских садов. Объекты построены на деньги инвестора. Дети уже ходят в сад, а регион постепенно расплачивается за объекты. Емельская схема государственно-частного партнерства хорошо себя зарекомендовала и будет продолжена. Мы думаем и ожидаем инициатив, и сами готовим инициативу в сфере возведения объектов в социальной направленности. Это прежде всего объекты социальной инфраструктуры, здравоохранения, образования. Будут также проекты, вот буквально сейчас я немножко к вам опоздала, как раз обсуждали проект по развитию транспортной инфраструктуры моста через реку Пур. Ну и думаем, что есть в нормативной среде и в нашей потребности место для реализации проекта на основе ГЧП в части объектов, используемых для обработки и размещения твердых коммунальных отходов.